о крутой вопрос я в людях начинал видеть не плюсы их а что у них не работает и ты считаешь это своей суперсилой и не было ни минуты свободного времени зачем тебе деньги без денег беспонтово 20 лет купить землю хочу огромный большой дом 20 уже начинаю мыслить как предприниматель речь идет про миллиарды тенге это подкаст созидатели один из вас получит от нас приз чтобы один кредит перекрыть надо 2 взять история знакомая многим казахстанцам принял решение что я хочу помогать предпринимателям по 30 миллионов раз так на стол все это твой зару так мне от этого ни холод ни жар всем здравствуйте дорогие мои меня зовут александр милентьев может прошлом вы меня знаете как сам сон безмятежный это мой первый подкаст вот так он выглядит и раньше я был как наверно сапожник без сапог когда у меня не было youtube канала но я обучал youtube и вот формат который сегодня я вам презентую это подкаст созидатели созидатели это подкаст о людях которыми я лично очень восхищаюсь о людях которые создают что-то осознанно и при этом обдуманно вот и наш первый гость невероятной величины человек масштабный очень а кто пока мало кто знает но скоро узнает и весь казахстан и снг и другие страны айдар баймахан привет аплодисменты на самом деле айдар мой ментор человек с которым у нас химия возникла на первой же встрече это был бизнес-завтрак vq я понял что айдар будет моим ментором наставником человек на самом деле который сейчас ментор превращающий миллионеров в миллиардерах вот этим с долларом со значком однозначно именно так человек который управлял портфелем напомни мне годовым больше ста миллионов долларов в подчинении которого было более 70 700 500 человек разные области у тебя были и фармацевтика и агросектор и я смело скажу что человек который с деньгами на ты и так это подкаст созидатели вы нас можете слушать на любых платформах аудио а в ютюбе оставляйте обязательно ваши комментарии более того в конце этого выпуска один из вас получит от нас приз за какой вопрос вы потом узнаете итак айдар как дела супер саш спасибо за приглашение очень рад быть у тебя здесь на подкасте тем более если это твой первый запуск сапожни без сапог конечно ты удивил я думал ты уже штампуешь но ты и так штампуешь эти каналы и программы и я рад присутствовать на твоем первом таком своем подкасте для меня тоже честно я очень волнуюсь меня большое сопротивление но сегодня прям все хорошо я сходил со стороны йогу поэтому я думаю все будет таком лайте потоки как тебе атмосфера этой студии шикарно очень атмосферно название классная алматы вот давай разменемся немножко подвигаемся вот так вот подвину подвигаю руками почувствую пространство я всегда этот тренинг упражнение провожу для людей которые вот так потом чтобы не было говорящей головы вот она безопасно ты можешь мне вот руку можешь потрогать поздороваемся вот и когда мы находимся в безопасном пространстве когда на тренингах даю важно вот это все почувствовать это все наши это все мы сами и так самый главный момент о котором я хотел бы поговорить который меня лично трогает это конечно о том насколько ты с деньгами на ты и первый вопрос который мне хотелось бы задать искренне от души скажи вообще с чего все начиналось не вот с профессиональной деятельности а понятно что все идет скорее всего от родителей от навыков обращения с деньгами и вообще сколько твой был первый заработок вот у меня первый заработок был я помню 200 тенге я в 14 лет начался мой профессиональный путь журналиста и мою статью большую порезали порезали настолько что заплатили 200 тенге я ушел обиженный может быть из-за этого я обиделся на свои первые деньги меня недооценили давай об этом о чем начинался твой можно сказать денежный путь классный вопрос в детстве я рос видя торговлю и предпринимательство от родителей точнее от мамы 90-е годы развал у меня родители они академики но отец мне доктор наук мама у меня тоже из института сейсмологии 90-й год понятно развал началась торговля и мама потихоньку начала торговать с мелочи с малого и пошло пошло поехало чем торговали ну товары народного потребления у нас аналогичная ситуация мои родители поладая торговали на базаре во дворе сам закал от базар шоколадки потом дай угадай ты тоже начал торговать нет я вот как раз так не торговал это был мой маленький возраст второй третий класс я видел как торгуют уже сначала машинами газелями потом фурами потом вагонами мама начала торговать с ираном с китаем это мама мама оплаты научный деятель он жизнь посвятил науки доктор технических наук одним словом в третьем классе вот я видя что есть лишь такой там мама торгует возит летает товары приходят деньги оборачиваются у нас на появляется новые обновки квартиры там я не знаю мебель новая одежда мне там джинсы колокола 90-е годы ну то есть у меня у одного есть такое на во дворе и я попробовал поторговать тоже сделал себе справку помню бесплатный проезд на автобусе и другу предложил крю хочешь такую же вся тенге стоит и он готова интересно давай ну вот этот мой первый заработок был 50 тенге когда я как бы перепродал условно справку до сделав ее за не помню за рахмет какой-то более в осознанном возрасте заработок мой был наверное уже в студенческие годы тогда я был на тыс аналитикой на кого учился ты нас учился я на финансиста гимэппи вот вот этот важный пробел почему-то выбрал профессию финансиста направили тебя родители или ты сам осознанно это сделал ухты вообще это осознанный мой выбор я учился республиканской школе и вот как влияние окружения говорят же вот если весь класс 40 человек поступали на мехмат козгушный механика математической факультета что ну надо вот логически продолжить там да или мгушный мехмат или козгушный мехмат и я тоже по умолчанию вот просто собрался даже не не выбирал раз все идут туда я тоже туда поступил я поступил туда помню на кредит а до мне грант дали и в последний момент я иду отказываюсь от этого гранта я говорю я пойду в кимэп вот и попросил у родителей поддержать меня опам платное обучение это на бесплатное поступил на цель была поступить на бесплатное ну и вот родители поддержали не говорят ну ладно давай если не хочешь на бесплатном учить на платном финансы так финансы давай мы тебя поддержим я тогда говорю это больше в тренде мне больше нравится заниматься именно не просто цифрами цифрами которые ну ближе к деньгам да сколько на тот момент обучение стоило ким и к тему две тысячи там 600 800 долларов в год сколько я помню 10 11 тысяч долларов за четыре года на обучение на тот момент и ты сразу начал какой деятельности заниматься по сути начал возвращать родителям долг или как интерпретируешь сейчас нет я я вот интерпретирую что я за первый же год своего заработка после окончания универа я возместил эти деньги что я сразу устрелся на работу которая не приносила на тот момент там 1200 долларов зарплаты в месяц за первый же год я отбил все свое обучение за четыре года которые на самом деле не легко далось родителям да то есть мы там привыкшие на то что это должно быть бесплатно там вот на тот момент и вообще последний курс статья выиграл еще грант от международной компании консалтинговой пида луиси прайс от архаус куперш там на всем потоке в кимэпе объявление весело и отобрали 14 человек я среди них оказался они оплатили за мое обучение на последнем курсе и сразу же дали мне предложение работе вот когда закончишь если хочешь приходи к нам мы тебя ничем не обязываем можешь отказаться ну и с тех пор по сегодняшний день по сути никогда работу не искал работа всегда искала меня тоже вот начиная со студенчества вот это студенческий периода вернемся к первому заработку осознанному вот будучи студентом также объявление в университете привлекло мое внимание что набирается курс на бизнес аналитиков вот мне это очень понравилось я люблю цифры я люблю бизнес я люблю деньги финансы считать игру это прикольно тоже прошел отбор это компания бизнес-медиагрупп тогда было журнал такой national бизнес это аналог форбса сейчас тогда форма не было когда я помню да и вот я вторым потоком пошел туда и там начал зарабатывать вот будучи студентом третьего курса я помню зарплату получал командировки сразу полетел моя первая командировка была в москву большую какую-то конференцию вы писали для журнала что-то я писал по сути ты тоже журналист уже стал за этот момент что самое интересное у меня было не принятие слова журналист я же финансист на как бы и у меня было отторжение что типа я не хочу быть журналистом я больше такой бизнес аналитик и упор делал именно не на журналистику а на бизнес анализ и делал анализ рынка на тот момент анализ рынка гостиниц казахстана но это же была прям статья выходящий журнале на разворот на две-три страницы это статьи ты знаешь я тебя дополню здесь что журналистов многих из старой школы большое неприятие журналистов которые закончили журналистику как я потому что поверхностные знания везде не обеспечивают тебя определенной нишей вот и поэтому у тебя было сопротивление с этой стороны у журналистов с другой стороны поэтому больше коллеги журналисты считают журналистом тебя классно мы тогда вот научились сопоставлять данные вот арман асхатович мой первый ментор тогда будучи студентом он первый был ашакер казахстане он основал этот журнал я будучи студентом брал интервью у председателя правления банков страховых компаний пенсионных фондов на тот момент было и что я научился это переподтверждать все данные с разных сторон то есть если смотреть на одну какую-то информацию с разных сторон то есть кто что видит я ручку вижу а ты не видишь да ну то есть если с разных сторон посмотреть тогда будет более объективная картина ну и плюс интересная подача завлекать читателя класс волшебно и сколько тогда платили это за знаки платили или за статью целую потому что тогда в печати платили еще за эти за знаки за количество символов нет это была зарплата я уже не помню ну тоже порядка там 500 долларов если в долларах смотреть зарплаты для студента я тогда с утра учился после обеда работал вечером шел на тренировки тогда активно занимался кейбоксинга был сборной казахстана нельзя было пропускать но было интересно и нужно и после тренировок обратно ехал на работу и до ночи работал потому что тоже работает и завлекала ну и возможность самому зарабатывать это было круто самому себя обеспечивать вот на тот момент вот этой студенческой юности у меня ощущение что там и сформировалась тебя вот этот некий внутренний стержень который позволил тебе быть с деньгами на ты о чем это каких навыках о каких качествах что-то приобрел за студенчество такое что дало тебе по сути путевку дальше супер я бы даже чуть-чуть раньше пошел бы как я сказал вот если все таки вот вот строить какую-то пирамиду фундамент этой пирамиды когда ты на ты с деньгами легко их притягиваешь или расстаешься с ними и оборачиваешь это все-таки насмотренность как я видел что деньги есть в семье вот это первое наверное да то есть в семье вот у родителей есть деньги вот это первое что денег много денег в изобилии отлично можно уточнил папа у тебя академик да все живы здорово да отлично мама в это время торговала да и я правильно понимаю что у мамы как будто было больше денег чем у папы однозначно у папы была зарплата условно 8000 это 50 долларов все вот это второй момент который в мое школьное время при выборе отказа от мехмата и выборе финансов этот вот это второй момент что повлияло я на тот момент понимал и думал что короче в математике механики математики и в науке денег нету что было правдой на тот момент из-за этого я пойду в бизнес и финанс потому что я видел ролевую модель что если заниматься предпринимательством то деньги есть в науке в точных науках денег нету картинка улучшается сейчас казахстане но но в принципе все плюс-минус все то же самое вот я здесь задену может немножко больной вопрос такой косвенный глубинный но вот этот диссонанс между зарплатой отца и матери со стороны отца не вызывало никаких противоречий у отца у отца я не знаю на хороший вопрос надо спросить у него за него отвечать не могу он человек который любит свое дело не в деньгах счастья это вот от него было да то есть он занимается любимым делом и я не знаю не могу ответить на этот вопрос но что на меня повлияло что я почувствовал тот момент что блин я хочу зарабатывать я хочу зарабатывать я не хочу быть без денег на условно и это вот тогда наверное эта картинка на меня какое впечатление произвело это от отпечаток такой без денег без понтова и лучше с деньгами и тогда я включил какой-то наверно цели достигаторство что вот я буду достигать целей чтобы зарабатывать и у меня включилась программа зарабатывания я наверно тут тоже поделюсь своим опытом если позволишь рефлексирует внутри мои родители оба стояли на базаре оба можно сказать выживали это был паладар сам я родом с экибастуза потом мы переехали в паладар обратно вернулись и денег я не видел в семье сейчас осознаю они ближайшие как сказать ближайшей доступности были у бабушки дедушки которые копили копеечка копеечку и бизнесмен мои мой дядя который фотографии занимался него бизнес то есть это тоже был некий предмет восхищения для меня вот но вот ты сейчас говоришь я понимаю что у меня не знаю довольно другая какая-то моя установка которая сложилась вот от некой бедности я понял что надо зарабатывать и в 14 лет тоже пошел в доходность и потом в 11 в одиннадцатом классе уже как меня барыгой называли в школе я придумал спаргалку книжку малышку который раздавал для сдачи ент вот и вот такой первый бизнес расклеивали объявления чего-то такая не было мне кажется многие сейчас из нашего поколения могут таким опытом поделиться потому что зарабатывали выживали как могли да при этом я благодарен родителям которые меня обеспечивали им у меня не было потребности торговать самому что я тогда сделал две вещи а по сути объединил две ролевые модели что надо бизнесом заниматься и зарабатывать и надо ну как бы знаниями да это достигать нет не барыгой быть не торгашом быть или что-то а именно идти учиться и вот я объединил эти две вещи и у меня с тех пор со школьного времени не было ни минуты свободного времени вот по недавнее время когда я себе разрешил отдыхать я по сути не отдыхал то есть вот тут целая целая жизнь потом условно вчерашний день это было ни минуты свободного отдыха нельзя расслабляться только надо вот фигачить учиться постоянно учиться получать квалификации дипломы быть специалистом своего мастера своего дела и это мне помогало достигать цели классно вот мы и приближаемся глубинному вопросу твое отношение к деньгам на тот момент зачем тебе было зарабатывать твое отношение на сейчас на данный момент и устраивает ли она тебя и твое отношение в будущем зачем тебе деньги круто потому что у человека который управлял портфелем 100 миллионов долларов точно есть этап их причин зачем тебе деньги да да первое на тот момент зачем я не понимал зачем у меня была какая-то установка короче надо пахать надо зарабатывать с деньгами лучше и безопаснее наверное да больше безопасность 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 вот тут подпишем безопасность да второе это комфорт и качество то есть второй этап это уже когда ты понял что ты умеешь зарабатывать что у тебя есть определенная какая-то ценность либо навык и ты можешь на этом зарабатывать деньги это уже обеспечивает себе комфорт и качество жизни это второе да когда хочется все лучше больше познать увидеть посмотреть потрогать попробовать но я говорю про я не знаю но машины лучше квартиру самая дорогая вещь в студенчестве какая была у тебя вот что-то вот ты уже с чуть-чуть это тоже родители купили а сам если говорить о дорогой вещь на что сам заработал уже после вот у меня включилась сразу я будучи как только начал работать я пошел взял кредит огромный просто огромнейший кредит 100 миллионов долларов не так но я что пошел купил землю и начал строить дом этого сколько лет 20 лет 20 лет купить землю да вот это надо в тизер понимаете да вот вот моменты которые нужно биографии айда в 20 лет земельный участок купить зачем вот почему-то установка тоже было что хочу огромный большой дом что всю жизнь мы жили в квартире и как-то тесновато было но люди приходят к этому лет в 30-40 как я надо примерно 20 ну вот я же говорю я какой-то я младший в семье не там братья женились мы все там две семьи три семьи условно жили под одной крышей в квартире в трехкомнатном слов и приходилось жить это еще с детства идет в квартире в двухкомнатной там это мои родители жили двухкомнатной квартире мы спали на кухне иногда до 6 квадратов кухня была тесно было вот и потом уже когда уже более взрослом возрасте тоже тесновато было жить две семьи да он там брат женился с семьей с ребенком в одной комнате того сколько человек ну минимум всегда шесть человек да у нас четверо детей было дома но смысле а младшие родители потом они начали жениться и тесновато было 20 лет добрался я закончил универ вот все даже не успев закончить я посмотрю кредиты раздают пошел взял кредит и говорю буду строить дом вот это такая мечта была и начал строить дом наверное это вот самое дорогое вот как только первый заработок после студенчества пошел это чем я горжусь и по сегодняшний день это трехуровневый дом на пригороде сколько строил и за сколько времени отдал кредит два с половиной года строил сначала я построил его нам за полгода на бумаге то есть полностью визуально с дизайном с планом там рисовал перечерчивал перерисовывал а потом просто отдал строительство вот так хочу и начали строить то есть ты погрузился сам процесс строительства изучил его и как бизнес процесс же передал бы скорее наверное дизайн и архитектуру до такой скелет сделал а потом уже наблюдал как он мясом обрастает а так да вот все в один в один даже сейчас если альбом посмотреть который мне остался одно условно один в один как вот визуализировал нарисовал а потом на его этот дом появился вот она сила визуализации ноги подписчики это точно за сколько отдал вот этот свой первый большой кредит что самое интересное я этот кредит потом по своему же графику 11 лет и платил 11 лет я платил ипотеку ну то есть это для тебя планомерно было а сейчас так же поступил или быстрее бы сейчас я вообще у меня аллергия на слово кредит ну-ка поподробнее почему ну потому что есть вот это вот кредитная усталость были периоды когда было несколько кредитов чтобы один кредит перекрыть надо второй взять история знакомая многим казахстанцам почти каждому пятому это точно да потом я собрался жениться тогда хотелось тоже но это вот такой максимализм но надо наверное это прожить из-за того что я прожил я сейчас могу спокойнее об этом говорить что наверное так не надо делать мы потому что так сделал уже и попробовал и кайфанул на свадьбу тоже хотелось хорошую свадьбу сделать денег чуть не хватило я тоже взял кредит еще один да за него расплачивались там и короче с кредитами вот это кредит на усталость я сейчас вообще говорю вот лучше это не брать потому что я потратил на этом минимум 10 лет жизни чтобы вот расплачиваться с этими кредитами всеми и у меня мозги были на целины сфокусированы как бы отдать то есть я все больше и больше впитывал философию должен я должен вернуть долг я должен расплатиться я должен заработать и сейчас вот сидя сейчас я смотрю что да это наверное нужно было для моего достигаторства но она мешала жить через хочу для чего для понимания ценности денег что лучше своими закрывать чем чужими легкими деньгами так скажем два момента бизнес школа говорит о том что надо брать деньги в долг я защищал магистерскую диссертацию бизнес-школе димбурга на тему идеальная структура капитала любого бизнеса какая часть должна быть собственный капитал и какая часть должна быть заемный капитал какой процентаж для какой отрасли для какого бизнеса является идеальным соотношением чтобы бизнес получил максимальную выгоду то есть бизнес образование говорит о что долг надо брать и это правильно то есть если бизнес-модель подтвержденная то есть доходность позволяет покрывать кредит то надо брать кредит для бизнеса брать кредит когда ты этот анализ не сделал или для личных каких-то выгод или повышение своего качества жизни вот это вот точно делать не стоит то есть для бизнеса окей для себя утвержденной модели что модель бизнеса такая что можно покрыть расходы на содержание кредита спланировать ликвидность чтобы там не было разрывов что точно есть какая-то понятно те же моменты масштабирование бизнеса открытие новых точек чтобы не перекрывать прибылью со старой точки и так далее уже начинаю мыслить как предприниматель потихонечку иду к этому отлично очень классная история вот этот путь который мне важно было услышать спасибо отсюда и да очень на самом деле простой вопрос выходит в голову приходит твои первые учителя наставники кому ты благодарен может это были некоторые книги может это были некоторые видео они только живые люди кто эти люди однозначно это наставники мои руководители они для меня же были наставниками они были ролевой моделью и я благодарен всевышнему который сталкивал меня что я встречала этих людей на своем пути я вот если сейчас назад смотреть вот 16 лет мне сейчас 36 16 лет с тех пор это вот арман асхатович идрисов основатель журнала national business потом это в pwc уже все мои руководители начиная вот асем жакипова ну очень много я там всем благодарен алмаз садыков азамат конрад баев то есть и данный карбекова сейчас управляющий партнер все для меня были наставниками потому что там прайс от архауса я там 7 лет проработал потом в консалтинге работал это костя елисеев с кем мы работали они все были поддерживающими такая культура поддерживающие это целая школа на вот где я уже обрал себя каким хотелось бы быть наверное тоже отдающим поддерживающим вдохновляющим мастером своего дела профессионалом зарабатывающим полезным вот потом я в польфарме работал как раз польфарма купила делаю инвестиции в казахстан и купила химфарм завод и собиралась уже тогда делаю инвестиции 108 миллионов долларов на обновление всего завода тогда вот команда менялась я не туда пригласили в команду топ-менеджмента тогда я у меня было два ментора это вот полбек иностранцы это и же урбанец генеральный директор я тогда контролировал все финансы и бюджет компании затем я работал уже в казахстанском инвестиционном холдинге то есть вот партнеры этого холдинга они для меня менторы помимо в спорте у меня есть мой коуч тренер для меня неожиданности было друзья узнать из прошлого подкаста и да что сколько пять лет жизни ты после 6 лет жизни посвятил кикбоксингу да 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 вот мой коуч таурен катюбай это мой ментор он и по жизни был ментор бывали периоды ну то есть я то что не мог рассказать братьям или дома или друзьям вот я мог получать эту поддержку поддержку в силе и вдохновение а вот вот даурена да вот по спорту например вот можно вот эту вот эту линию продолжить немного связь спорта и твоих финансовых достижений и как ты вообще очутился мой мозг не принимает то есть я йогой занимаюсь и я никак не могу себя пока убедить в том что мне надо бегать ходить в фитнес-зал помимо йоги есть некоторые сложные упряжнения есть тяжелые но фитнес меня к сожалению я понимаю что я это сопротивление пойду и видимо его все равно смогу преодолеть но это был большой а ты как пришел к спорт я вот и стал достигатом студенческие годы как ты понял что спорт должен стать частью твоей жизни тоже наверное первое из потребности безопасности вообще в детстве надо за себя постоять пацан мальчик там творожские движения мне мне не нравилось разбираться с кем-то но если приходилось мне хотелось быстро поставить точку вот оттуда наверно потребность пойти в контактные виды единоборства в студенчестве это уже в школьные годы я начал заниматься контактными видами каратэ бокс хорошо поставил тогда ручки вот студенчестве я пришел уже нет вру наоборот школьное время же я же не начал вот как раз таки все активный период это на студенчество пришло это с 10 класса повод завершения школы очень университета и достигли хороших высот то есть там город страна азия чемпионат азии потом чемпионат мира в афинах где я стал вот вице-чемпион мастером спорта республика астан мне туда предлагали уже после окончания университета уже продолжить этот профессиональный спорт были олимпийские игры в закрытых помещениях макао давай дальше двигаться на что я выбрал больше профессию финансиста и сказал что со спортом я завершаю дальше профессионально не буду буду выбирать профессию финансиста уже второй раз в жизни ты выбираешь финанс почему ты так настолько любишь деньги такой поворотный событий мехмат нет спасибо деньги финансы спор спор до свидания подождет сначала финансы неужели за чувство безопасности но не только же все таки вот отложил отпечаток большой же говорю с детства что в бизнесе есть деньги финансы это корень я не знаю кровеносная система любого бизнеса считать я умею мне нравится анализировать мне нравится значит найти себе применение в финансовой сфере управлять этими финансами управлять этими потоками управлять ими правильно чтобы быть эффективным бизнесе да насколько помню ты считаешь это своей супер силой да 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 то есть я говорю что мне нравятся цифры я через цифры могу разложить любой бизнес посмотрев на отчетность посмотреть где у нее болячки что болит поставить диагноз и на практике уже по опыту знаю как лечить а ты пока не научился глядя на человека устанавливать его средний уровень дохода вот на алексея например на оператора наше посмотреть видно богатый человек же я раньше оценивал людей сразу это было мои какие-то как сказать особенности самооценки наверное я оценивал людей чтобы сразу оценить он ниже меня или выше меня по статусу по заработку по знаниям по экспертизе по каким-то другим ресурсам сейчас я так не делаю так что мне мне как бы без разницы как я не обращаю на это внимание нет у меня на этом фокус а вот ты не ответил на предыдущий вопрос не до конца ответил связь спорта и твоей финансовой составляющей дар для тебя стоит это же плотная связь на мой взгляд очень ты сейчас сказал пока мы сюда ехали что два месяца ты страдаешь спорта да как спортсмену бывшему это вообще могло случиться я не понимаю потому что вы же там страдаете да 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 действительно есть особенность еще сейчас физики я когда сердце проверял мне сказали что у меня короче толстая какая-то мышца вокруг сердца что ли и если сердце не будет работать то это негативно будет на меня влиять то есть типа ссоре теперь всю жизнь если ты хочешь чтоб сердцем было все хорошо тебе только надо нагружать спортом самым бегунов там многие если ослабляются они болят потом вот примерно так да да из-за этого игры что сейчас два месяца после его разы что-то никак не могу вернуться на спорт надо надо вернуться вернемся к вопросу классный вопрос связь спорт это не только сила как все думают это большая работа по стратегии это выстраивание стратегической определение стратегической цели стратегического пути достижения этой цели тактических методов и приемов реализации и улучшения каких-то показателей это оцифровка то есть четко знать параметры до физики выносливости скорости там вам веса массы это какие-то тактические действия по наработке навыков это постоянно какие-то учебные тренировочные сборы спарринги выбор правильных партнеров и так далее так далее это тонкая то есть выглядит как спортсмен спортсмен там много силы на самом деле это большая большая работа и вот то что я только что назвал если убрать слово спорт я рассказывал про бизнес по идее то же самое определение большой цели как до нее дойти что для этого нужно оцифровать что есть и как улучшить эти показатели и иметь рядом тренера то есть вот головкин чемпион мира да но у него есть всегда тренер у него есть там 45 поясов он хочет еще очередной пояс и на этот пояс выстраивается целая стратегия кто в этой лиге кто конкуренты то есть анализ конкурентов анализ точки а точки б что надо я сейчас понял что я неизбежно должен идти в зал и и применять ты мне добил вообще сейчас последний гвоздь так скажем иначе стратегии не будет другими словами нет на самом деле это о понимании вот как улучшить свои спортивные показатели улучшит понимание как улучшить показатели в бизнесе вот это даст а вторая польза как почему надо на спорт и люблю спорт это самый легкий метод наработки энергии то есть если из четырех видов энергии то есть там интеллектуальная энергия физическая энергия духовная эмоциональная вот физическая на мой взгляд она самая легкая вот чуть-чуть потренироваться развить физику разгоняешь энергию здорово вот недавно мне случай мой вспоминается супруга буквально меня заставила копать землю хотя я хотел изначально человека нанять чтобы перекопал мне огород вот но занялся сам и я почувствовал как именно клиенты увеличиваются в этот момент вот потом я нанял человека клиенты что-то под уменьшились и и та метафора о которой мы говорили как раз она связана наверное с физикой и землей что для тебя деньги ты сказал что для тебя деньги на тот момент как вода а у меня метафора возникла что деньги как дерево и буквально после того как мы как со спортом ты сейчас приводишь пример мы визуализировали деньги представили что это такое в нашей жизни я посадил три дерева я тебе их показывал ты классных туй шелковые там они хвойные не иголки и это прям вдохновило меня и я тебе очень благодарен за то что вот у меня деньги в саду теперь растут круто деньги как вода что для тебя это метафора как она как она возникла изначально почему водой вот мы мы с тобой сделали это упражнение до деньги что для вас деньги какая метафора и это тоже работа с мышлением я со своими mente так работают уже у кого есть сложности или там кто-то хочет поменять этот образ вот у меня образ это вода денег много то есть воды же в мире много изобилия они больше чем земли да 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 реки океаны источники то есть очень много источников воды очень много невизобилий да при этом деньги не удержать то есть воду в моем понимании видите воду не удержать вода сквозь пальцы она вытечет и это тоже на самом деле совпадает теперь физически мира моим да то есть я не держу деньги они я их не коплю не держу они все время крутятся оборачиваются тратятся я вот проживаю должны работать да 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 тоже должны работать у меня аналогично так было когда дерево возникло в моем мышлении когда мы отрабатывали это упражнение то возникла прям абзац из книги самый богатый человек павилона где дерево когда обрастает это и новые бизнесы и новые рабочие места и новые плоды этого бизнеса и тогда почувствовалась цель шикарно шикар потому что вот для как раз такие слушатели сейчас это тоже интересное упражнение можете попробовать что для вас деньги какой образ у всех разный образ теперь посмотрите какие есть плюсы и ресурсы у этого образа и посмотрите какие есть ограничения то есть если кто-то говорит деньги для меня это инструмент да то есть инструмент до его легко наверно там сделать самому или купить но при этом он сломается да то есть инструмент ломается у него есть ресурс ограниченный какой-то вот оттуда и образ денег бизнесе что вот все время что-то ломается и больше не становится либо образ такой что чтобы этим инструментом много денег сделать то надо большой инструмент, а это тяжело, идет отторжение. И надо в этот момент поменять образ до тех пор, пока вы не почувствуете комфортный образ. И вот мышление вот так. Где плюсы почти все минусы превышают. Шикарно, для вас. Вот это давайте и будет нашим первым конкурсом, нашего первого подкаста. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что для вас деньги. Именно образ, где вы будете чувствовать себя комфортно, где плюсы этого образа куда выше всех минусов, а лучше, чтобы вообще их не было. Правильно? Шикарно. И вас ждет подарок за самый креативный ответ. Мы подарим очень классный презент. Идем дальше. Давай теперь поиграем. Здесь перед тобой 4 колоды карт. Вопросы выбраны для тебя, можно сказать. Это игра по душам, которую впервые в Казахстане мы экранизируем. Автор игры позволил и разрешил мне воспользоваться этим по разрешению. У меня официально есть классный. И она создатель игры, профессиональный психотерапевт. Поэтому то, что ты сейчас выберешь, это будет прям в точку. И возможно ты сейчас что-то для себя проработаешь. Ух ты. Вот держи кубик. Тут разные области жизни. Если вопрос выпадает, ты можешь выбрать из любой колоды. И я буду зачитывать тебе вопросы. Окей. Давай. То есть сейчас что делать? Сейчас. Китай. Вопрос. Ты можешь выбрать любую колоду, значок, который тебе больше всего нравится. Ну вот с долларовым знаком. Естественно, деньги. Карточка с долларовым знаком. Выбирай одну из карточек и отдавай ее мне. Вот это вот смотрит. Так, отлично. Так, возвращаем. О, крутой вопрос. Итак, Айдар. Когда у тебя опускаются руки, какие слова ты себе говоришь, чтобы справиться с этим? Всевышний со мной. Хорошо. А когда была такая ситуация последняя? Что это было? Условно опиши. Опускались руки. Прямо у Айдара опускались руки. Это для меня так звучит. Возможно ли это? Да, конечно, это возможно. Давно это было? Это бывает часто, на самом деле. Когда... Ты в Исландии недавно бизнесмена возил. Отчего там опускаться руки могут? Подниматься только могут. Я просто замечаю и отлавливаю и все плюсы и минусы. То есть я не смотрю на жизнь через призму только плюсов. Потому что жизнь состоит из минусов тоже. И это тоже моя жизнь. Я позволяю себя пускать руки иногда. Просто когда ничего не хочется. Ну, то есть кто какое значение, конечно, придает этому слову опускать руки. Ну, то есть я иногда просто хочу там ничего не делать. Все, я хочу взять тайм-аут. То есть если ты там в точку бьешь, 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 что что-то не получается или не так, как ты хотел бы, я беру паузу. Вот это я называю тоже там, ну, опустил руки на какое-то время. Вот это очень здоровая, глубокая, глубинная аффирмация, так скажем, установка, она же не сразу пришла. Всевышний со мной до этого момента. Как ты дошел, что это стало частью тебя? Круто. Я еще пытаюсь разобраться, в какой момент это стало больше усиляться во мне. Это же полное доверие. Да, я раньше жил через призму «пока сам не увижу, не поверю». Фома неверующий, есть такой персонаж, да? Да, «пока не увижу, не поверю», то есть до определенного момента, ну, то есть я решаю. Я влияю, я решаю, я главный, я самый умный, я могу. Потом наступает период какой-то, наверное, ну, после 33-34, ближе, вот, 36. Тебе сейчас сколько? 36. То есть последние два года. А я думал, ты старше меня, лет на пять. Ну, многие так думают, да, мои волосы выдают. Вот он, ты эндоголизм юности, да? Есть такое. И я услышал другую сторону. «Пока не поверю, не увижу». Я понял, вот, либо «пока не увижу, не поверю», «пока не поверю, не увижу». Я, мне это понравилось, и я больше начал открывать свое сердце. «Пока не поверить». Да? То есть, до этого я был через точные науки, да? То есть, это математика, это физика, это точные какие-то научные цифры. А сейчас я больше в доверии. То есть, когда я понимаю, что от меня-то не зависит, результат не от меня, а от Всевышнего. Вот, ислам четко это говорит, и мне это нравится. Я отпускаю контроль и больше хочу получать удовольствие от жизни и не соревноваться за то, что я решаю, я влияю. Потому что этот подход начал меня изнашивать. Когда мы очень сильно что-то хотим, когда мы какой-то цели или какому-то результату, который мы сами себе придумали, мы ставим излишнюю важность, то оно от нас убегает. Это вот и по трансферфинг реальности Зеланда. Да, когда, говорит, если вы сильно что-то хотите, то это от вас всегда будет убегать. Ислам тоже самое говорит, да? То есть, ты как бы цель ставь и верь, а не так, что ты цель поставил, и ты по-любой ее сделаешь. Ты по-любой ее не сделаешь, да? Когда ты излишнюю важность этому придаешь себе и этой цели конкретно. Ну вот, мне эта философия понравилась. Я сейчас больше в доверии, что Всевышний со мной, потому что был такой период жизни, когда я почувствовал полное одиночество. Когда такое ощущение, как будто от тебя все отворачиваются, ты никому не нужен, ни родителям, ни братьям, сестрам, ни жене, ни детям, ни друзьям, ни партнерам, никому. И вот в такие моменты я начал искать. Хорошо, а кому тогда я нужен еще условно? И вот сердце начал открывать, верить больше, и начал чувствовать сигналы, отлавливать сигналы, что условно Всевышний говорит, ну, я с тобой, все нормально. Вот, и с тех пор у меня больше все сердце открывается. Я потом поехал и в Мекку, вот, на паломничество, на Умру, и у меня сердце еще больше начало открываться. Это вот вопрос веры. Здорово. Невероятно. Я, если подписчики не знают, являюсь учителем тоже кундалини-йоги, и на самом деле очень отзываются сейчас твои слова, и на самом деле единство тех конфессий, направлений, творец все-таки один, и он всегда рядом. И прямо сейчас в этой подкаст-студии. Отлично. Давай бросим еще раз. Азарт. Опять вопрос. Так, давай не будем деньги выбирать, выберем что-то другое. Ну, хорошо, вот это что, глаз? Первый? Ну, давай, прям первый. Вау. Это надо с особой интонацией прочитать. Айдар, самое сильное осознание, которое поменяло твою жизнь и ее восприятие. Откликается, да, с темой, которую мы только что обсудили? Да, да. Теперь, видимо, важно сказать, что же это было за событие или другое событие. Еще раз, самое важное. Самое сильное осознание, которое поменяло твою жизнь и ее восприятие. Ну, за последние два года я прохожу какую-то мощную трансформацию свою личную, с чем я и делюсь на своих трансформационных турах с предпринимателями. И вот самое выбрать одно, ну, вот их несколько. Давай, начнем. Я не решаю. Вот это первое осознание. Я не решаю. Да. Что это значит? Ну, то есть за результат я не могу никак сгарантировать никогда результат. Ну, то есть я пришел к тебе в менторство, допустим, ты говоришь, я сделаю из тебя миллиардера. Да. Это от тебя зависит. Правильно? Именно так? Да. От твоих действий зависит, но результат тоже ты не можешь влиять на него. Он от творца. Как он захочет, так и будет. То есть вот это раньше у меня было вот это достигаторство сильное, что вот я цель сильно ставлю. Любым способом, любым методом, любой ценой я должен это достичь. И это получалось. Раз, потом два, потом три. Потом с ростом масштабов и сложности этих задач у меня очень много ресурсов начало уходить. Физического, интеллектуального, эмоционального. И я вот тогда отпустил. Я понял, что, блин, не я решаю. И когда не получается так, как ты хочешь, ты же начинаешь раздражаться, начинаешь нервничать, начинаешь уже неэкологично где-то поступать с окружением, сливать, короче, энергию свою жизненную. Вот просто за то, что ты не можешь достичь того, что ты захотел. Потому что ты захотел. Вот я сам, я достигну, я сделаю. То есть можно сказать, что ты олицетворял себя уже со своими целями? Да. Об этом, да? Да, да, да. И если я этого не сделаю, то я нехороший. Неудачный. Нехороший, да. Ну и разные там можно описывать. Второе. Второе. Я обесценивал. Вот я понял, что я обесценивал своих близких и окружение. Мой перфекционизм, он не давал увидеть плюсы. А все время я видел минусы. Ну, то есть такой трабл-шутер, кризис-менеджер. Я был очень хорош кризис-менеджер. Я сразу мог видеть, что не работает. То есть почему я, ну, вот заходил в любую компанию как консультант, я сразу видел, что не работает, не начал. И это я начал проецировать на людей. Да. Я в людях начинал видеть не плюсы их или красоту, а что у них не работает. И обесценивал. Что-нибудь починить хотелось, да? Ну, да. И, соответственно, вот моя оценка такая, да, я их там принижал, обесценивал, не видел их плюсов. И второе осознание пришло, когда у меня было вот это чувство одиночества, это было в прошлом году, сильное. Тогда я увидел, что, оказывается, рядом есть супруга, которая меня во всем всегда поддерживает. Спустя сколько лет совместной жизни? Десять лет почти. Десять лет. И я тогда тоже осознал это сильно на меня. Я заново полюбил супругу свою. Вот через девять лет совместной жизни или десять лет там знакомства или вместе, как мы вместе. И я по-новому полюбил ее. Он начал видеть и ценить то, что оказывается, вот она меня поддерживает, заботится, любит. А я обесценивал эти вещи. С тех пор я… Ну, вот эти две вещи, наверное, первое. И вот, да, вот этот важный момент, который посвящен нашим супругам как раз. У твоих супруги сегодня день рождения, правильно? Да, кстати, у моей супруги сегодня день рождения, 35 лет исполняется. Ну, давай. Слова благодарности твоей супруги в это день рождения. Потому что я вижу, что вот спустя эти десять лет сколько прошло с момента, как ты принял, так скажем, всю поддержку супруги? Ну, год прошлого года я как увидел. Вот, хорошо, вот год. Год вот этот, предыдущие десять лет, я так понимаю, это вообще разные миры. Оба классные. Просто, я говорю, заново я почувствовал что-то новое. То есть, не обесценивая, что было до этого, просто я увидел новую грань, с нового угла, наши же отношения, ее же саму. Вот, что я ей безмерно благодарен. С днем рождения, любимая. 35 лет, желаю долгих лет счастливой жизни. Вот, нам вместе, у нас три прекрасных сына сейчас, мы растим. Вот, хвала Всевышнему. Поздравляю. Вот. Волшебно. Давайте кидаем дальше, наша задача открыть всю колоду. Ого. Ага, у тебя сегодня прям непредсказуемо. Айда рассказала, я не знаю, о чем я буду рассказывать. Я тоже сказал, я не знаю, о чем мы говорим. Ну, что-то о деньгах. Опять знакомство. Давай, осталось две. Ну, давай, вот сердечко про любовь. Вот теперь любовь. Первый вопрос. Вау, необычный вопрос. Чему хорошему тебя научили отношения с человеком, который сделал тебе больно? Ух ты, шикарно. Мы прям вокруг до около одного, да, сегодня? Это не мы решаем, мы же знаем, что тут все уже предрешено. Да, классный вопрос. Я раньше злился, напрягался, хотел мстить тем людям, которые делают мне больно, да? Ну, то есть я мог вскипать. Ну, мое тело достаточно физически подготовлено, хотелось сразу идти в бой по психотипу воин, да? Такое, сразу воевать. И когда я начал анализировать, зачем мне эта ситуация, почему так происходит, я все больше начал отлавливать плюсы ситуации, когда кто-то мне делает больно. И я прошел один тренинг у Булата Амирханова, мне очень понравился, который сказал, мудаков нету. В этом мире мудаков нету. Они все мессенджеры. Я с тех пор прям четко преследую эту философию, отлавливаю. Они приходят ко мне с каким-то сообщением. То есть когда мне кто-то делает больно, это мне прямое сообщение от Всевышнего, что он хочет по-другому. Он-то разговаривает со мной через людей, через хорошие и через плохие какие-то ситуации. Я теперь позитивно всегда смотрю на эти ситуации, где мне некомфортно, больно. Давай вспомним конкретную ситуацию какую-либо. Без имен, конечно же, человек делал тебе больно, хотел отомстить, но потом принял и был благодарен. Я так понял общую схему. Но людям будет понятнее на конкретном кейсе. Много кейсов за последнее время. Так что в голову приходит. Дай мне подумать, какой кейс более понятный. Я бы нас вместе, обидчики, побоялся бы делать больно кикбоксеру. Зная, что мне точно может прилететь. Особенно тогда, в тот момент, когда ты страдал достигаторством такого уровня. Яркий кейс. Когда мы с человеком, это по бизнесу было, на кону стояло 60 миллионов тенге прибыли. Мне лично в карман. Даже больше, по-моему, 68, 70 миллионов тенге. Вот все, я должен был сейчас получить их. И я договариваюсь с человеком. И он говорит, да, хорошо. Я договариваюсь с другим человеком, чтобы заработать эти деньги. И человек здесь говорит, а нет, кстати, отменяется все. А я уже договорился. И такое ощущение, что я почти получил только что 70. И только что у меня их отобрали. Человек, по сути, не сдержал обещания. То есть он пообещал и не сделал. Но это для меня больно. Там речь про боль не только физическую, но какую-то психологическую, эмоциональную боль речь идет. И вот какой месседж из этого? Я начал анализировать. Ага. Ну, то есть в первую очередь охота сразу сказать, вот мудак, да, там, что подводит, обещание не сдерживает, как так можно. Я начал понимать, что это месседж для меня. Это как из философии, мир тебя зеркалит, что я тоже где-то не выдерживаю обещания. То есть, ага, я начал вспоминать, где я обещания выдерживаю. Я-то был уверен, мое эго, но уверенно в том, что я обещания четко выполняю. Договоренности четко всегда выполняю. Нету ситуации, когда я кого-то не подводил. И я вот начал искать и находить, что я, оказывается, тоже не выдерживаю обещания. Я, оказывается, тоже подвожу. Я просто не знал об этом. А те люди, которых я подвожу, они-то знают, но кто-то не говорит. И с тех пор ты сдерживаешь обещания? Нет, не всегда. Я просто позволяю себе быть и таким четко сдерживающим договоренность обещания. И иногда позволяю себе тоже не сдерживать какие-то обещания, что да, ну это вот все вокруг принятия себя же. Принятие своих плюсов и минусов. А вот эти моменты не на берегу тогда надо обсуждать, что для многих, особенно женщин, вот когда мужчина говорит обещание, да? Потом она же верит, она надеется, она ждет. Да, может быть, сроков там точных не поставлено. Но вот я чувствую, что прям с женским полом это нужно очень аккуратно говорить, не приблизительно там год-два, а конкретные сроки прям давать. И предупреждать, что может и не исполнится. Как с этим быть? Да, вот вообще, наверное, почаще говорить, я постараюсь или не обещаю. Но если ты обещаешь что-то, да, максимально пытайся это сделать. Это не только с женским полом, это и с детьми тоже, да? Когда ты им обещал что-то сделать, они уж точно запоминают, но ответную обратную связь пока еще не умеют говорить. То есть ребенок твой, ты им пообещал поиграться или сводить его куда-нибудь и забыл про это. А он получил травму. Он-то ждал целый день, целый вечер или неделю, и он не умеет пока давать обратную связь, сказать, слушай, да, папа, ты что, давай пообщаемся, да? Ты там обещал и не сделал, как это понимать? Он же так не умеет пока делать. И, соответственно, он уже как бы с этим живет потом. И вот мы-то не замечаем, что мы, оказывается, вот так обещаем вокруг людям что-то и не делаем. И принятие этого, это меня расширило. Оно меня расширило, что я говорю, ну хорошо, я такой бываю тоже. Я к такому мессенджеру, который меня подвел, на тот момент я думал, что он подвел, я принял, поблагодарил, рассказал, все, понял, спасибо, благодарю тебя, ты мне классную вещь подсветил, что я тоже такой же. Теперь я либо поменьше обещаю, либо принимаю, не раздражаясь, не сливая. Спустя какое время ты это понял? С момента вот этой обидности? Пару недель, наверное. А, это нормально. То есть всего две недели копил в себе, так скажем. Да, сначала это была страшная злость. Люди так годами иногда копят. Абсолютно. Вот об этом и речи идет, что чем быстрее мы отлавливаем, осознаем, что чувствуем, вот что чувствуем в моменте, кто эти чувства принес, зачем, почему, что надо в себе поменять и какой вывод сделать. Ключевое надо сделать вывод. Я сделал вывод, да, что я такой, я принимаю, поблагодарить, вернуть эмоцию, кто ее у тебя создал. И с тех пор, как только я это условно сделал, проработал, кейс видоизменился по-другому, и я все равно вышел в плюсе, что самое интересное. То есть деньги все равно пришли. Ух ты ж. Все самое интересное. То есть если бы я условно не проработал это, но я так воспринимаю, то я бы был бы обиженный, я там копил бы злость, месть. И все остались в плюсе. Все остались в плюсе. Ну, я надеюсь, что все, я точно. Соответственно, люди-то взрослые, осознанные, но они бы не пошли на те или иные другие изменения, условия сделки. Значит, наверняка все в плюсе. Волшебно. Еще раз, можно сказать, ты добавляешь подтверждений, доказательств. Я когда веду классы кундалини-йоги, у нас всегда в завершении, испокон веков, в отличие от других йогов, у меня медитация благодарности. Вот эта мудра, которая есть во всех религиях, конфессиях, и в исламе в том числе, мы делаем именно ее. И когда-то мне прям подсказали, говорить каждый раз, благодарим своих обидчиков за то, что они сделали нас крепче и сильнее. Шикарно. Шикарно. Здорово. Немного вот как раз о той теме, которую мы сейчас затронули, твоих детей. Сколько кому лет? Три пацана, да. Семь лет, пять лет и семь месяцев. Уже как-то приучаешь их финансовой грамотности, обращению этим? Пока еще не бережу. Как это работает? Первое, на уровне установок. Когда сын приходит и говорит, пап, у тебя есть деньги? Я говорю, есть. А сколько у тебя? Я говорю, много. Ну это сколько? Миллион? Я говорю, еще больше. Миллиард? Я говорю, еще больше. Триллионы? Я говорю, да. Не надо задавать вопрос, айдар, сколько ты зарабатываешь? Триллион, все нормально. То есть, я вот эту установку закладываю, что денег много. Денег в изобилии. У нас нет ограничений по деньгам, и у него тоже. Вот это первое. Емкость, можно сказать, да? Второе, это то, что, ну, деньги тоже надо, как бы, емкость заработать, сделав что-то. Да? Просто так лежа на диване, деньги не придут. Из-за этого я ему говорю, слушай, ты же сегодня на рисование ходил, да? Вот можешь мне нарисовать что-то, что ты хочешь? Ну, я тебе за это поблагодарю, там, денег дам. Ты как раз игру себе новую купишь, там, в телефоне он денег просит. И он уже с хорошей мотивацией начинает повторять, во-первых, фиксировать свои навыки рисования, с желанием, что за это будет конфетка, да, для него. Вознаграждение. Вознаграждение. Именно, что он тебя потом побалует, купив себе то, что он хочет. Я ему даю эти деньги, выполняю обещания. Я потом иногда забываю, посмотрел картинку, я-то забыл, что денег обещал. А потом вспоминаю, говорю, на следующий день был такой кейс. Я говорю, я же вчера обещал тебе деньги, даю денег. Вот такими маленькими, наверное, упражнениями, ритуалами я стараюсь, как я понимаю, закладывать финансовые такие установки для детей. Вот в таком возрасте, 7 лет, уже есть какое-то понимание, что ему самому нравится? И, скорее всего, как ты можешь помочь в воплощении его потенциала в будущей профессии или пока это все созревает? Не мешать. Самое главное – не мешать. Когда он что-то хочет, я говорю, хорошо, давай. Он говорит, а я теперь не хочу. Я говорю, тоже хорошо, не делай. То есть даешь пробовать? Даю пробовать, не ломаю. Потому что он должен пройти этот свой путь, как он попробовал и это, и то, и другое. А потом он сам поймет, а что он на самом деле любит, хочет, на что способен и что дальше хочет достичь. И это его жизнь. И моя философия такая, чтобы не мешать ему, не навязывать свои какие-то цели или то, что я не смог или не сделал, как это классически бывает. Становись таким же, как ты, или сделай то, что у меня не получилось. Ну, неосознанно, но вот так вот заставляют детей, своих родителей. Ну, это мы через это прошли. Я просто на опыте вижу, что, ну, надо так, надо так, да. То есть глобально раньше у наших родителей не было образования, и они все шли за образованием и говорили, надо обязательно учиться. Сейчас же я нормально отношусь. Вот у меня там племянник есть, он условно говорит, я не хочу особо учиться, я хочу сразу бизнес сделать. А у тебя хорошо, нормально, то есть я уму не транслирую эту установку. Нет, надо обязательно учиться, нужен диплом, да. Вот это вот позволение, разрешение и отсутствие контроля, оно со временем пришло или сразу было, как ты стал отцом? Ты же как-то этому научился. Научился однозначно. Начал отлавливать, осознавать, отрабатывать то, что, ну, условно, установки, которые были у меня и откуда они появились. Это же все на уровне мышления. Вообще успех, условно, это, вот если пирамиду делать, знания, способности, навыки, потом идет уже вниз пирамиды, это вот убеждения, установки, окружение. И четко отлавливая эти установки, изменяя их, вот образ, да, мы сказали, что для тебя деньги, да, то есть вот эти мы, это же прошлый опыт какой-то. Мы в детстве неосознанно, как, ну, что-то приняли, какое-то решение, что это вот так. И надо их менять в осознанном возрасте. И быть творцом уже событий сегодня. Вот мы подходим к моему вопросу, который я хотел озвучить первым. Мы его озвучим в конце. И я, ну, думаю и надеюсь, что комментаторы тоже подхватят и озвучат ответ на этот вопрос. О чем ты мечтал в детстве? И насколько тот образ той мечты сейчас коррелирует с тем, кто ты сейчас? Давай вспомним. Ты на подкасте с Романом, с Акбатой, говорил о том, что вот, я теперь мечтатель. Стремлюсь к этому. Давай немножко внутреннего ребенка. Посмотрим на него. Ну, явно не космонавтом, может быть, банкиром. Я вот директором телеканала, я до сих пор иногда возмущаюсь, почему телеканал мне не позвонит, говорит, Александр, мы бы нам нужны уже. Ну, телевидение, к сожалению, померло, поэтому, можно сказать, может, ты стал директором YouTube, как меня называют. Что с твоими детскими мечтами? Ну, несколько, наверное. Первое яркое, вот в детстве опять-таки образ этот, что какой-то деловой человек в костюме, в стеклянном офисе, в центре города. Ну, условно, я тогда представлял там Нью-Йорк, да? Как центр капитала мира. Или Лондон. То есть, имеющий офис, ворочащий капиталом, помогающий клиентам управлять этим капиталом. Сбылось? Знаешь как, оно сбылось, когда я сидел в центре Алматы, в стекляшке, в самом топовом бизнес-центре, класса А, и помогал клиентам, да? Вот PWC-консультант. Вот, можно сказать, сбылось. Хорошо. Второе? Да. Второе – это, не знаю, профессиональный спортсмен. То есть, у меня в детстве баскетболом увлекался сильно. Мне нравился NBA, Майкл Джордан, летающий Джордан, да? Эйр Джордан назывался тогда. И это, то есть, профессиональный такой спорт. Ну, если с этой призмой посмотреть, тоже сбылось, да? То есть, я реализовался в спорте. Почему в баскетбол? В баскетбол не пошел? Пошел, я играл в баскетбол. Сколько? Долго тоже, лет пять. Ты только обесценил как будто. Нет, пять лет кикбоксинга, пять лет баскетбола. Да, да. Баскетбол что тебе дал в жизни? Это командный вид спорта. Командные отношения дал в жизни? Командные отношения, красота, скорость тоже. Это публика. То есть, там забиралась вся школа. Вторая детская мечта сбылась. Третья что? Не помню уже, вот далеко назад не смотрю. Ну, хорошо тогда. О чем сейчас мечтает твой внутренний ребенок? Внутренний ребенок не знаю, но взрослый ребенок хочет помогать. Внутренний, это не значит, что у него есть возраст. Точно. И вчера был на ААФоруме, для этого Ганбаева организовывал. Там Амир Жантасов такой выступал. Я не знал его, и он такую классную штуку сказал, что есть четыре периода, у каждого человека проходит. И, ну, здесь как бы ему на первых трех там условно дает авансом всевышние все ресурсы, возможности. И потом, если он не найдет большую цель, то он может это все слить. И когда человек приходит к периоду, зачем мне вообще деньги, и я через это прошел тоже, тоже года два назад, наверное, когда деньги, денег, ну, много, и ты не знаешь, они тебе радость не приносят. Да, условно, и вот там условно 30 миллионов раз так на стол положили, все это твой заработок, ну, мне от этого ни холодно, ни жарко, да, ну, есть, есть, что дальше, да. То есть, и этот период, оказывается, опасный, как Амир сказал, что можно это все слить, если ты большую цель не поставишь, зачем вообще много денег. И это вот следующая установка. И я вот думал, зачем мне вообще деньги, а деньги это же ресурс, зачем вообще ресурсы нужны. И такой вот период, когда я в 36 не исполнилось, 6 января, и я в 16 начал вести свой блог активно, и я решил для себя, принял решение, что я хочу помогать предпринимателям быть успешными, вставать на ноги, эффективными быть управленцами своего бизнеса, правильно выстраивать отношения с партнерами, масштабировать этот бизнес. И вот поставил свою цель, и вчера я, ну, когда услышал это, что там есть риск, что ты все сольешь, если ты большую цель не поставишь, я говорю, ух. Ты а не сломал. Да, то есть я понимаю, что деньги это не сама цель, ну, в смысле я это давно уже понимал, что деньги нужны на большую цель. И если такую миссионную, да, предназначение, миссия, быть полезным, возвращать теперь, если ты авансом что-то получил, ресурсы, знания, это тоже ресурс, то возвращать миру. Как ты видишь свою личную миссию? Я помню, ты мне говорил ее составить, я, по-моему, приближаюсь к этому. У тебя как она звучит? Я ее составлял два года назад. Создать что-то большое, масштабное, что будет жить после меня, после моей жизни и будет приносить пользу людям. Такую миссию сформировал тогда. А вот это что-то, это не слишком абстрактно? Вот теперь я тоже об этом задумываюсь, и это нормально, что миссия меняется или уточняется. Теперь я думаю, ну, метод как теперь что-то. Я не знал тогда, что создать. То есть это некая стратегия, а теперь тактические шаги пошли. Да, теперь уже тактика. И я пробую, также пробую в роли ментора, пробую в роли вот бизнес-коуча, тренера, трекера, помогать людям быть успешными. Предприниматели. Я выбрал сегмент предпринимателей. Они такие свободолюбивые, знающие, что хотят, тоже несящие пользу миру. Люди, я заряжаюсь от этого. Вот у меня ощущение глубокое, что тебе уровня сарафанного радио бы хватило даже. Но ты идешь намеренно, осознанно в личный бренд, нанимаешь прекрасного продюсера, вот она рядом сидит, берешь в менторство YouTube-продюсера. Это хитрый план, я знаю. Почему так вот прям масштабно и с пониманием, что нужно прям глубоко идти в личный бренд? Наверное, моя системность, что если подходить к какому-то делу, то выстраивать, это даже системно, выстроить алгоритм, ну сначала это, потом это, потом это, без фанатизма. Ну а что отдаст тебе личный бренд лучше, чем сарафанное радио? То есть ты широко известен в узких кругах предпринимателей, которые являются твоей целевой аудиторией. Скорее всего, после выступления на паре конференций, буду знать, ну почти все, которые с доходом 5 миллионов тенге в месяц и выше. Воронка уже как бы сформирована, но зачем вот так? Вот масштабно тогда? Хороший вопрос. Чтобы большее количество людей могло получить со мной контакт, какую-то пользу. Даже вот сам подкаст, что мы сейчас делаем, это же тоже возможность донести до большего количества людей какие-то мои смыслы, инструменты и быть причиной для их успеха. Каждый для себя что-то возьмет полезное. Ну я надеюсь на это, да. И только через эту призму, да, развивать какую-то публичность, вот. Если что-то сочли полезным, внизу будет написано «Каспия Айдара», можете скидывать. А вдруг? Да, буду принимать с благодарностью, потому что я за энергообмен. У меня недавно тоже было осознание где-то, вот, когда я занялся йогой, там принята система иногда благодарить за донаты. И мне кто-то скидывает на «Каспия», я не понимаю, кто этот человек, зачем. И у меня было такое внутреннее сопротивление, я принял донат в первую жизнь, и потом нахожу этого человека, говорю, а за что? А я не знал же, даже так принято. Он говорит, ну вы же практику провели, я сочла нужным вас благодарить. «Вау!» Словом поблагодарить – это тоже благодарность. Деньги – тоже. Вернуть делом – тоже. То есть помолиться – тоже. То есть, ну, например, в исламе есть три уровня. Как можешь вернуть? В первую очередь – делом. Вот прям делом пойти помочь, да? Временем своим физическим. Второе – это словом. Словом, хотя бы там, ну, положительно, верни обратную связь. Третье – если ты ни то, ни то не можешь сделать, ограничен в чем-то, тогда уже через Творца, да? Через Всевышнего помолись, чтобы там этому человеку, который стал причиной у тебя изменений к успеху или в лучшую сторону, поблагодарить. Вот три пути. Ну вот, а деньги, донат – это сразу же в первом. Можно быстро, коротко. Дорогие комментаторы, вы теперь понимаете еще больше свою важность. Да. Поэтому мы ждем лайков, мы ждем комментов, мы ждем слова благодарности. Если что-то действительно показалось вам ценным, и то, что вы готовы или уже применили после прослушивания этого подкаста, мы очень будем благодарны, в свою очередь, за обратную связь. Вот когда глухой телефон, там 10 тысяч просмотров, там и 5 комментариев, такое тоже бывает у казахстанского населения особенно. Вот это, конечно, как говорится, стеной, понимаешь? Я чувствую, что немного будет, наверное, просмотров у первого подкаста, но люди, что это слушают и слушают эти ценные слова, я призываю вас не стесняться, не скромничать. Ну, это в целом, наверное, как сказать, эпоха слушать и не давать обратную связь, потому что проявленности у нашего поколения все меньше. Ну, было меньше, сейчас все больше и больше становится. Это эпоха не высовываться, не комментировать. За это могут завтра там спросить или еще что-то. Из-за этого, вот, например, российские, ой, американские сайты, там что-то покупаешь, там же куча оценок, рецензий, да, рейтингов, и можешь электронно покупать эти вещи. У нас очень мало ревью ставят, еще нету проявленности. Чем больше вот люди осознают, отлавливают, что надо возвращать эту энергию обратно, если ты ее получил, не обесценивать. То есть вернуть этому же человеку вот каким-то действием, тогда этот энергообмен закручивается в позитивную спираль. Да, кстати, ребят, я хотел поблагодарить за то, за смелость Айдара, что он не впервые участвует уже в подкасте. Для меня был это фундамент большой для подготовки. С большим прекрасным психологом Акбатой. Был первый подкаст с Арманом Юсуповым. Посмотрите его обязательно здесь по ссылке. Благодарю Акбату за то, что Айдара в это посвятила. Это очень был личный опыт для меня. Очень много полезного. Мы сейчас обсуждаем вообще другую сторону Айдара, а там вы дополнительно столько материала найдете. Потому что человек действительно глубинный. Глубинный настолько, что мы сейчас... Самый ключевой вопрос, я думаю, сейчас и зададим ему, благодаря нашему, можно сказать, искусственному, божественному интеллекту, внутри этих карточек. Последний вопрос. Последний, хорошо. Вот, деньги. Деньги. Давайте размешаем хорошо кладу. Тут их несколько. Тут есть зеленые деньги, есть синие деньги. Выбирай. Ну, было синее, а теперь вот зеленые. Давай. Вау. Простенько и со вкусом. Итак, Айдар, чем в своей карьере ты гордишься больше? Сипо. Карьера – это, видимо, профессиональный рост. Горжусь тем, что смог из кризиса вывести компанию в плюс, а потом вырасти X10 за год и обеспечивать устойчивую прибыль для этой компании. Вот это я везде читал, биография, так далее, так далее. Ну, вот вопрос кризиса и вопрос, видимо, величины этой задницы ты нигде не поясняешь. Просто это закрытая компания, она же частная, не публичная, но речь идет про миллиарды тенге. Угу. Я правильно понимаю, что там вопросы были и команду поменять, и все, всю структуру поменять за это время? Что ты предпринял? Хоть чуть-чуть условно-то расскажи, что это взять и X10, благодаря чему? Ряд инициатив однозначно. В первую очередь это сначала понять, в чем проблематика, да, изучить, сделать диагностику, аудит и анализ, выявить болевые точки и бить по ним. Однозначно приходилось менять где-то команду, увольнять, увольнять звезд, прощаться с ними, где-то их ругать, где-то определять таланты, их взращивать, набраться терпения, когда они проявляют себя, ну, по-разному, да, незрело где-то. Это выработка стратегий, это договоренности с учредителями, с акционерами, это согласование ключевых метрик, показателей, это наим консультантов внешних тоже, которые более экспертны в чем-то, это дружить с госорганами, с регуляторами, это работа по выстраиванию финансов в компании, вообще вот было такое, что, ну, нету вообще, вот, часто предприниматели, наверное, откликнется, что они не знают вообще, что с потоками там, да, то есть настроить... Где мои деньги? Самый большой вопрос предпринимателей. А мы-то за год настроили дэшборд управленческий, что у меня уже в телефоне были все инфографики, показатели о всех потоках в компании, да, куда они расходуются, в какой разбивке, в какой динамике, в каком процентаже. Тебя туда как стороннего специалиста сначала пригласили, или ты уже причастен был к компании? Стороннего. И ты полностью, по сути, сначала провел аудит и диагностику, и потом понял, что надо делать? Да. Здорово. Да. Меликолепный опыт. Повторить хочется ее? Могу, что я и делаю сейчас, но уже не своими руками. Вот я одну вещь понял. Если я... у меня есть эти таланты и навыки, и знания, я могу... То есть ты там делал сам буквально, сам увольнял даже. Да, да, да. Сам все делал, но мой масштаб ограничивался только одной компанией. Да, мы потом начали расти в этой компании, но сейчас я хочу, по сути, делать то же самое, но уже с большим количеством предпринимателей и бизнесов. То есть знание-то алгоритм-то есть, теперь передавая этот алгоритм, как бизнес-ментор и трекер, я могу стать причиной успеха уже сотни компаний. И они сами, эти предприниматели, своими руками в своем бизнесе сделают это. Твое обращение к бизнесменам страны в таком случае, я думаю, вот здесь важно услышать, потому что у меня есть такой дар, талант, что ли, ясновидение, музой меня иногда называют. Я вижу иногда, как человек прогрессирует. И вижу, какой ты, как я называю это, лучшую версию тебя. Я вижу, что ты собираешь большие конференции самостоятельно твоего бренда, Bymohan и компания. Вот. И вот на данный момент, что бы ты хотел пожелать предпринимателям? Пожелать, обратиться, вот твои слова. Вот туда, на камеру. Да, круто. Спасибо большое. Ты уже, даже я образ уже представил, ты мне помог собирать людей большое, большое количество. Я, наверное, хотел бы помочь предпринимателям менять мышление. Масштабирование – это один из обязательных параметров масштабирования и роста, и развития. Почему масштабирование? Потому что, ну, опять-таки, увеличивать масштаб своего влияния. Предприниматели, они улучшают качество жизни всех людей на планете. И чем масштабнее они, тем больше их влияние. А я хотел бы им в этом помогать через выстраивание их бизнес-процессов в компании, стратегии, выстраивание финансового управления, управление командой и менять мышление. Вот, так что надо пробовать, пробовать обращаться к специалистам, потому что предприниматели, они так уже сильные люди. Они дойдут, куда хотят за какое-то время. Вопрос только, сколько времени они на это потратят и сколько денег. Ну, там, методом проб и ошибок. А работая с внешним ментором, который прошел такой путь, и у него есть свои таланты, как помочь таким предпринимателям, они ускоряют этот рост и удешевляют его. Здорово. Вот на своем примере я бы хотел тогда попросить тебя разобрать. Ты меня выбрал в качестве менти. Значит, ты некое масштабное влияние и пользу для людей видишь через меня. Что это? Расскажи, почему ты меня выбрал? Ну, вот сейчас я вижу, что сильно развивается экспертность. Людям нужна проявленность. Мы об этом тоже недавно говорили, что в целом поколение, которые боятся проявляться и вот на камеру говорить, снимать что-то, делиться, свой внутренний мир раскрывать или свои какие-то знания. У многих есть блок. Ты человек, который помогает их распаковать, упаковать, преподнести, продвинуть дальше. Соответственно, идет большой масштаб влияния на целое поколение. Чем больше людей будут проявляться, тем больше они будут дальше влиять на других. Это вот сильный инструмент, digital, то есть очень интересно. Но мне самому интересно поработать с творческими людьми, какими я тебя ощущаю, которые своим творчеством помогают другим. Ну, то есть такая отдающая профессия. Как тебе можно будет масштабироваться? Ну, то есть это тоже масштаб моей миссии. Ну, то есть тем самым я реализовываю, да, свою миссию. Здорово. Я очень и премного благодарен. Спасибо тебе за этот опыт. Он невероятный для меня. И, как я говорил, обещал, и у наших подписчиков будет большой презент. И для тебя у меня есть подарок. Ух ты. Та-да-да-да-да. Не знаю, есть ли у тебя эта книга. Есть? Нету. Не читал никогда? Нет. Это Forbes. 10 тысяч мыслей и идей отлиятельных бизнес-лидеров и гуру-менеджмента. Вау. 10 тысяч мыслей Forbes Book. Шикарно. Сегодня утром мне подсказали эту книгу взять. И у меня есть цифра, которая меня в жизни преследует. 66. Если ты позволишь, давай вот ее откроем. И ты прочитаешь одну из мыслей, что сейчас тебя зацепило именно на этой странице. 66-я страница. 66-я страница. Потому что это будет ко мне адресовано прежде всего, походу. И, конечно же, мы хотим поскорее увидеть Айдара на обложке Forbes. А может, и он хочет меня тоже там рядышком соседней увидеть. Ты там был уже на обложках Forbes в журнале? Нет, нет, не был. На обложке капитала был. Одна из важных составляющих успеха – хороший, недремлющий, настойчивый, неутомимый враг. Враг для амбициозного человека, как птица-носорог для носорога. Когда приходит враг, птица-носорог сообщает об этом. Когда успешный человек совершает ошибку, враг немедленно замечает ее и предупреждает человека. Найдите себе первоклассного врага, культивируйте его как врага, и когда добьетесь успеха, поблагодарите его. Полковник Фрэнк Шац. Сейчас это вот то, что приглянулось сейчас с этой 66-й страницей, и то, что мы, мне кажется, тоже как-то раскрыли и затронули эту тему. Я не люблю слово «враг». Больше, наверное, ну, потому что в тот момент он кажется тебе не другом. Ну, мы об этом обсуждали, что это больше мессенджер. Да, ровно откликается в нашей теме. Айдар, спасибо тебе огромное. Самое ценное для тебя, что было сегодня услышано в этом подкасте? Классные вопросы, такие, ну, то есть, которые обратно мне в ретроспективу кидают, и я начинаю анализировать, вспоминать. И еще раз для себя инсайты словил, что надо благодарить своих мессенджеров, которые делают мне какое-то там добро или недобро на тот момент, кажущимся. Благодарить их. Вот это я еще раз отловил. Вот игра классная, когда ты в доверии, и через такие вопросы еще раз отлавливаешь, да? Ну, что есть ценное, что важное. Спасибо большое за создание этой атмосферы доверия, как ты говоришь, безопасности, комфорта. Спасибо, Айму. Спасибо огромное. Благодарю. Спасибо. Дорогие наши подписчики, это был Айдар Баймахан, наставник миллиардеров, который вот как раз в такие книжки и журналы попадают. Меня зовут Александр Милентьев, это был подкаст «Созидатели». Проект о том, какие люди меня восхищают и другие люди ими восхищаются. Напоминаю, что у нас есть конкурс очень простой, какой образ вы представляете в виде денег, что это может быть визуализировано. И самый креативный ответ, где образ, где больше плюсов и меньше минусов, получит такую же книгу. 10 тысяч мыслей от самых влиятельных людей. Спасибо. Продолжение следует...